Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер-Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и всплывы на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, а мы продолжаем наш марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, сразу же выпускаю следующий видеоролик. Так что дерзайте. Ну что же, Newcastle на выезде. Дома играем против лица и на выезде против Crystal Palace и узнаем еще четвертую команду, с которой нам предстоит встретиться. Это Барселона, вроде как пятый тур Лиги Чемпиона, да, в пятом туре. Поэтому, ну, будет интересно. Тем более, вот, все команды, против которых мы сегодня играем, находятся ниже нас в английской премьер-лиге. Поэтому будем как-то вот стараться не растерять вот это вот наше преимущество, которое мы уже, ну, достигли. Вот, идем на шестой строчке и, надеюсь, сегодня у нас, ну, будет повышение. Итак, пройден, да, групповый этап Лиги Чемпионов. Здесь 6 номинантов названия лучших футболистов мира из Ливерпуля, 6 футболистов. И в ожидании матча с клубом Newcastle. Ну, мы играем на выезде. Я даже не посмотрел. Сейчас надо узнать, на какой они строчке. Дальше у нас игра против Лица, но не будем забывать, что мы играем сейчас с Шахтером несколько дней тому назад. Так. Newcastle, он 19-й строчке идет, поэтому... Ну, надеюсь, что не сработает какой-то там опять скрипт, что у нас 19-я строчка будет обыгрывать. Давайте я даже дам шанс Шмейхелю. Вот Анхелине выпущу. Пусть отдохнет Ригелон у нас. Ну, и готов Айозу Переза выпустить. И Джейми Варди с капитанской повязкой в связке с Тимо Вернером. Все, вот таким составом мы выходим против Newcastle. Newcastle, Лестер, английская премьер-лига. Поехали. Итак, сейд Джеймс Парк. Newcastle принимает Лестер-Сити. Это английская премьер-лига. Посмотрим, как шестая строчка сыграет против 19-й. Поехали. Так, Мэдисон. Мэдисон с мячом. Вы посмотрите, что творится-то, а. И удары 1-0. Какой классный у нас сейчас комбинационный футбол получился. И Айоза Перез, кстати, забивает. Которому я дал сегодня шанс, чтобы Ундер как бы отдохнул после игры с Шахтером. Ну и все замечательно. Хорошая атака получилась. Ребята действительно у нас молодцы. Иварди. Иварди 2-0. Отлично. 58-я минута. И вот и Джейми Варди. С капитанской повязкой все-таки забивает. Увеличивает преимущество. Это очень даже хорошо. Тем более, играя на выезде. Хоть и против 19-й строчки мы играем. Но мы знаем по опыту прошлого сезона, что и такие команды нас могут обыграть и отобрать очки. Так, хорошо сейчас еще и Мэдисон. И Вернер. И Вернер делает счет 3-0. 64-я минута. Очень хорошо сейчас комбинационный такой футбол сыграл Лестер Сити. Снова, причем как и первый, очень похоже было. Все наше вот это трио, немножечко левого фланга поучаствовало в этой атаке, кроме Айоза Переза. Мэдисон, Вернер и Варди. Быстро так и расфасовались. Мэдисон на Вернера 3-0. И все-таки 3-1. На 95-й уже там минуте от штанги забивает Нюкасл. Это Муто. Не знаю, как у Прада футболиста. Вот японик, скорее всего. Но он забил 3-1. Ну и для Шмейхеля. Только для него, наверное, небольшое разочарование, что победу сухую не получилось достичь. Но 3-1. Уверенная победа на выезде. Ребята, молодцы. Посмотрим сейчас по статистике. Ну, так-то равная, в принципе, игра. Просто у нас, наверное, каждый удар был получше. Скомпонован. Не били зазря. А Вернер стал игроком матча. Итак, а после этой победы, кстати, мы поднимаемся на третью строчку. Друзья, сразу же вот так вот. Так что мне это полностью устраивает. 9 очков до Ливерпуля, которые еще ни разу не потеряли очки в английской премьер-лиге. Но в любом случае для нас, мне кажется, вот топ-3, топ-5 вот занятия в этом сезоне. Будет все замечательно. Так, основная задача это выиграть Лигу Чемпионов. Итак, травмирован Шмейхель, кстати. Усталость игроков после матча сборных. Ну, а сейчас у нас игра против Лидса. Кстати, победа. Так, тут 3-1. И в ожидании матча с Лидсом Варди никуда не собирается слухи про Manchester United. Я бы даже бы, да и отпустил бы Варди в Manchester United. Но просто сам понимаю, что вот сейчас вот даже по турнирной таблице Мью нас преследуют. И это очень трудно для меня командой. Я бы не стал бы Варди, в принципе, даже отдавать какому-то клубу английской премьер-лиге. Я бы его в другую лигу бы лучше отдал. Лидс сейчас идет на 15-й строчке. У нас дальше игра против Crystal Palace. А после уже с Барселоной. Поэтому я сейчас лучше стартовым составом сыграю против Лидса. Вторым, хотя вот они идут сейчас на 7-й строчке, Crystal Palace. Как-то бы ратировал бы состав перед игрой с Барселоной. Ну и там, естественно, основой вышел бы. Так, ну а на-на будет стартовым составе. Я смотрю, здесь очень много каких-то у меня замен происходит. Шмейхеля у меня, в принципе, сейчас не будет на скамейке запасных. Поэтому рискуем. Ух, тут еще и Мэдисон с Барнсом. Так, Кундер еще не будет играть. Прайта выпущу. Либо Телеванс оставлю. Вот очень все у меня здесь плачевно. Прямо в нападении. Очень-очень плохо. Устали, устали игроки. Так, ну давайте Барнса лучше выпущу вместо Мэдисона. Там разницы особо никакой. Поэтому попробуем вот так. Все, составы на ваших экранах. Капитан, я не знаю почему, выбрал Костагна. Телеманс у нас будет как бы капитаном. Поэтому Лестер против Лидса. Английская премьер-лига. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити принимает Лидс Юнайтед. Интересный. У нас сегодня ожидает матч. Потому что много таких вот ключевых потерь у Лестера. Да не даже потерь. Просто перестановок. Из-за усталости после матчей сборных. Так что посмотрим, как будет играть сегодня Лестер. Пошел заброс на Тэми Абрахама. И Джейми Варди 1-0. Сработала моя замена. Вот только я его выпустил и снова забивает Джейми Варди. Сейчас он, естественно, без капитанской повязки. Потому что вышел на игру буквально минуту назад. Телеманс с капитанской повязкой. Но все равно посмотрите, как была сделана эта атака. А Юзу Перес. Здесь Прайт. Голливую на Джейми Варди. Все. 1-0. Слава богу, у меня получилось забить. Я думаю, сейчас потеряем очки с Лицем. Но нет. Все-таки моя вот эта вот рокировочка с выходом Джейми Варди сработала. И финальный свисток. Слава богу, но минимальная победа Лестера над Лицем дома. Очень тяжелая была игра. Тем более, многие игроки уставшие были после сборных. Но ни одного удара, главное, не дали нанести Лицем. И сами победили. Преобладая во всех многих показателях в этой игре. Ну и Варди игрок матча. Итак, после 11-го тура мы поднимаемся на вторую строчку. И снова же, так же все. 9 очков отставания у нас до Ливерпуля. Они все так же выигрывают все 11-е их матч. Я просто не понимаю, как мне против Ливерпуля потом играть. Они забивают 20 мячей в 11-ти матчах и ни разу не пропустив. Ну это абсолютно у них там рекорд. Ну а мы просто молодцы. Итак, вырванная победа в ожидании матча с клубом Crystal Palace. Ну да, теперь Crystal Palace далековато так от нас. Но в любом случае у нас следующая игра против... Против-против Барселоны. А Нана не готов. В принципе, Шмехель у нас еще на 4 дня. Поэтому он даже вряд ли там Шмехель поможет в игре с Барселоной. Поэтому я правда вот здесь не знаю, кого мне выпускать. Я очень сильно сейчас рискую, выпуская многих игроков. Тот же, смотрите, Варди с ужасной формой Абрахам. Ну вот просто рискую. Все, вот таким составом мы выходим. Надеюсь, что что-то у меня да и получится. Так, а я не знаю, давайте даже Мэдисону готов капитанскую отдать. Да, у него даже и получше здесь, замечательно. Все, поэтому вот таким составом мы выходим. Crystal Palace и Лестер. Поехали. Итак, Селхурст Парк. Crystal Palace принимает Лестер Сити. Поехали. Вторая строчка играет против седьмой. Интереснейший матч. Тем более Лестер как-то так сенсационно. Но поднялся для себя на рекордную за 2 сезона вторую строчку при Стивене Джерарде. Ну и все. Теряем очки. Давно мы не играли в ничью. Тем более сейчас еще в английской премьер-лиге. Можем сейчас опуститься там на позиции 2 вниз. Но контролировали игру. Где-то не повезло. У нас было 2 каркаса. Вратарь спасал. Поэтому, ну, Crystal Palace. Поэтому как-то так. Да, опускаемся мы на четвертую строчку. Минимально отставая до второй. Так, потеря, да, очков. Мы уважаем соперника. Тима Вернер говорит про Барселону. Но сейчас, дай бог, чтобы игроки у меня хорошие были на этом матче. Так, ну, смотрим, что у нас по составу. Анана все так же не готов. Но будет играть Шмейхель. Один денечек ему буквально не хватило. Быть готовым к этой игре. Вместо Канате возьму с собой Жо Гомеза. Вместо Тима Вернера Возьму Варди. Все. А я, в принципе-то, я не знаю, кого мне еще стоит взять. Вот, правда. Вот так вот попробуем еще Абрахама возьму. Не буду уже защитников так много брать. Надеюсь, что получится вот таким составом что-то показать. Состав Барселоны. Нета, Альба, Пикелин, Глей, Эмерсон, Педри де Йонг, Пьянич, Гризман, Месси, Акампас. То есть Месси там еще и в рейтинге ничего не потеряет. У него все так же 93-й. Лестер против Барселоны. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Барселона впервые приезжает на King Power Stadium. За последнее уже время, когда Барселона, Лестер, точнее, участвовал в Лиге Чемпионов. Это был какой-то там 15-16 год. То Барселоны уж точно в его группе не было. Да и в раунде там плей-офф. Вроде была какая-то Бенфика, если не ошибаюсь. И в штангу. И перебрасывает Лаутаро Мартинес. Восьмая минута 1-0. Лестер выходит вперед в Лиге Чемпионов. Лаутаро Мартинес у нас лучший бомбардир. Мне кажется, как в английской премьер-лиге, так и в Лиге Чемпионов. Ну супер. И снова, кстати, нам не повезло. Варди там попал, смотрим, в штангу. Здесь очень аккуратно Лаутаро Мартинес на нужной высоте перебросил Нетто. 1-0. Ребята, молодцы. Сразу же вышли мы вперед. Наконец-то. Потому что давно мы не выходили первыми вперед. Это было против Миддлэнда. С Шахтером. Вот в предыдущей игре мы тоже пропустили первыми. Ну и с Барсой в первом туре мы также проигрывали по ходу матча. И Варди 2-0. Что творится сейчас на Кинг Пауэр Стэдиум? Вы посмотрите, какие комбинации. Мы сейчас просто действительно контролировали игру. Я решил перепасами вот такими что-то да и сделать. Вот Лаутаро Мартинес перебрасывает Ленгле. Эммерсон не успевал за Варди. И Варди пробил. И это уже 2-0. Аккуратный переброс. Очень хорошие навески получаются в этом матче у Лаутаро Мартинеса. Он и вратаря перевесил. Сейчас еще и двоих центральных защитников у Барселоны. И все. 2-0. Снова мы забиваем Барселоне 2 мяча. И хороший вот заброс пошел снова. У Лестера проходит. Здесь Лаутаро Мартинес мячом. Прострел на Варди 3-0. Вот так вот. Буквально вдвоем сегодня Варди и Лаутаро Мартинес разнесли оборону Барселоны. Еще в первом тайме выигрывает 3-0. Вот посмотрите. Вот эти забросы у нас прям прошли в сегодняшнем матче. Мы перебросили вратаря в первом голе. Во втором Лингле. В третьем просто отдали сейчас хороший пас. Практически который ну все и решил. Очень хорошо ускорился там Лаутаро Мартинес и Джейми Варди. И снова Анана. Третий уже выход 1 в 1 у Месси. И не забивает Леонель Месси нам сегодня. 3-0. Дубль Варди. Гол у Лаутаро Мартинеса. Пике празднует. Ну я не знаю. Но они празднуют, что они вышли в плей-оффе Лиги Чемпионов. А мы празднуем скорее всего то, что уже точно мы вышли с первого места. Я это надеюсь. Сейчас посмотрим. 4 удара у нас в Твор. 3 гола. Ребята молодцы. Ну и Варди 7,5 оценку получает. Так. Шахтер там сыграл в ничью с Миддлендом. А это значит, что... Ну все, кстати. Нам уже даже с Миддлендом нет смысла никакого играть. Мы точно вышли с первого места. Барселона официально тоже вышла в плей-офф. Но теперь уже они как бы со второго. Барселона, кстати, давно. Ну в прошлом сезоне в группе с Ювентусом. Они вышли со второго места, но они давно не занимали второе место. И вот мы снова здесь это повторили. Так. Больше я не знаю, что у нас тут. Шмехель полностью выздоровел замечательно. А у нас дальше очень тяжелые матчи. Это Ливерпуль. Первое место, которое еще ни разу не потеряли очки. Тем более мы их еще принимаем дома. А мы выносили Ливерпуль, я помню. И вроде как и дома, и на Энфилде. Поэтому будет очень интересно сыграть против них. Посмотреть на наши силы. Ну а на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этожид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok